Со староскольской сцены на столичные подмостки. Арт-окно подарило жителям малых городов уникальный шанс. Культурная платформа благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и ГИТИС впервые организовали прослушивание для учеников старших классов Белгородской области. Ребята получили возможность пройти в своем регионе первый тур для поступления на факультет эстрады в самый известный театральный вуз страны. Басни, выученные движения, отработанные песни, многократно пропеты. Осталось прихорошиться, навести лоск перед выходом на сцену, чтобы предстать перед педагогами ГИТИСа в лучшем свете. Но прежде надо заполнить анкету, чтобы данные будущей звезды не потерялись. Максим Горшков один из тех, кто с детства видел себя на театральных подмостках. Я часто участвовал в конкурсах чтецов, в каких-то школьных, университетских конкурсах. И поэтому у меня уже накопился определенный репертуар, можно сказать так. Это как бы некий аванс, что даже если сейчас не получится, ты попробовал, и потом уже летом ты можешь еще раз попробовать свои силы. Так что это такая некоторая подготовка. Да, очень здорово, что так организовали. Попробовать свои силы в этот день решили около 40 ребят из Старого Оскола, Губкина, Белгорода. Для них это уникальная возможность, не выезжая за пределы региона, пройти первую ступень испытаний перед приемом в самый знаменитый театральный вуз страны. И для ГИТИСа этот опыт, который стал возможным благодаря сотрудничеству с культурной платформой «Арт-Окно» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» тоже очень важен. ГИТИС заинтересован в расширении круга потенциальных абитуриентов, потому что, может быть, не все ребята имеют возможность приехать сразу в Москву, тем более на предварительные туры. Она была, эта система, в Советском Союзе, например, отсматривали по стране потенциальных абитуриентов, талантливых ребят. Ну, в общем, у нас главная заинтересованность – найти, не пропустить, процедить эту массу и найти талантливых ребят, которых мы пригласим на конкурс. Для прослушивания каждый участник готовил прозу, стихотворение, две песни на русском и иностранном языке, басню. Большинство ребят обратилось к классическому репертуару. Так в качестве лирики звучал Сергей Есенин, Марина Цветаева и Роберт Рождественский. А самым популярным автором басен стал, конечно же, Иван Крылов. На зубастой щеке мысли пришло за кошечья приняться ремесло. Не знаю, завистью ее ужасной мучил, или, может быть, рыбный стол наскучил. Я только вздумала, когда она просит, что взял ее с собой на охоту мышей в амбаре половить. Но одного декламирования мало. Педагогам Гитиса важно разглядеть артистический темперамент. Кроме того, это просмотр на факультет эстрады. Без хорошего голоса никуда. Но и здесь все не так просто. Громко и чисто не значит достаточно. Помимо вокальных данных, еще интересно его актерское проявление. Ну, его или ее будущих абитуриентов. Это очень важно. Помимо того, что человек должен петь, он должен еще существовать на сцене. И должен прожить эту песню. Всеволод Коцарев с детства на сцене. Уверен, артистичен, амбициозен. Его амплуа близко к есенинскому лирическому герою. Поэтому парень легко оживил образ молодого и влюбленного повеса и стихотворения «Целуй меня целуй». Ты не можешь прочитать сильное стихотворение, если ты его не можешь прочувствовать, если это не твой образ. Если ты не переживал эти же события, про которые ты читаешь. Если ты выбираешь стихотворение, или ту же басню, ту же прозу, события, которые ты можешь передать, то у тебя большой процент успеха. В свете софитов в одной минуте от мечты. Этот момент молодым людям запомнится навсегда своей напряженностью, надеждой и силой веры в свой талант. Эмоции не покидали участников прослушивания и после выхода из зала. Это действительно было очень волнительно, но так как это все шло очень быстро, и мы не читали отрывки и подготовленный материал целиком, то это было уже на сцене, когда ты стоишь, то это уже все не так сложно. И когда ты видишь, что на тебя действительно смотрят и тебя слушают, это самое приятное. Сегодня они выпускники школы, молодые, амбициозные люди, а завтра с поддержкой арт-окна, возможно, будут знаменитыми артистами. Культурная платформа помогает талантам найти свой путь и прикоснуться к таинству актерской профессии.